Около ста сельских жителей записались в добровольные дружины. Необходимость в таких отрядах для защиты сел от пожаров назрела давно. Научить правильно и слаженно их тушить могут каждого. Возрастных ограничений нет. Главное, чтобы доброволец был совершеннолетним. Чтобы обеспечить безопасность от пожаров наших населенных пунктов и наших объектов. Вот привлекать к этой работе будем руководители сельхозорганизаций, главы крестьянско-фермерских хозяйств и населения наших сел. Основная цель учений – выработать действия в случае палов и пожаров так, чтобы огонь не перешел на жилые дома. Ведь большинство частных построек и заборов в селах деревянные. В случаях необходимости добровольцам будут выдавать специальную пожарную форму. Было сообщение о том, что на окраине села начался теплой пожар. В течение 10 минут дружинникам необходимо было локализовать возгорание до приезда пожарных. Добровольцы показали, как надо действовать за столь короткое время. А для полного устранения огня прибыли пожарные из города. Совместными силами дружинники-огнеборцы справились с имитированным пожаром. После учений дружинникам рассказали о недостатках при тушении возгорания. Такие мероприятия по подготовке добровольных пожарных дружин планируется провести в каждой сельской территории. Всего же их в округе около 40. То, что сегодня мы идем по пути создания добровольных пожарных дружин, это правильное решение. То, что их надо поднимать технической вооруженностью, этим надо и заниматься в основном. Чтобы тушили не метлой и граблями, а чтобы тушили воздуходувками. Администрация округа будет решать вопрос о материальном вознаграждении добровольцев. Сейчас же вся работа отрядов дружинников основана только лишь на энтузиазме. Надежда Якушенко, Игорь Антонов, Телемикс.